ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Нет нужды. Минута 20. Но пока эти удары не очень акцентированы. Их недостаточно для того, чтобы заставить арбитра и знать явное преимущество Китькова. Вот то, что я вам говорю, что своими рычагами фейзи очень хорошо пользуются, в том числе и партери. Здесь нужно быть аккуратным, потому что он может уйти на удушение. Крутись в другую сторону. Крутись. Вот, выкручивайся. Вот, Олег, вот, выкручивайся. Хорошо. Минута осталась, Олег. Но постой в стоечке. А умница какая, а? Еще, бей, бей, Олег, все, бей. Встали. Не тот и другой. Очень насыщенный раунд. Надо сказать, что в некоторых боях событий было меньше, чем здесь за 5 минут. Если ничего не будет происходить, конечно, арбитр поднимет обоих стойку. Еще, еще. Отлично, умничка. Все, хорошо. Вот это работает. Чуть-чуть отжимай, отжимай. Дай, дай, дай. Чуть-чуть побей, побей. Стоп! Стойка! Итак, за 20 секунд до окончания первого раунда мы видим, да, тут вот это попадание. Оно и сказывается на левом глазу Федькова. На правом, да. И посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но это может повлиять. Да, никто не будет рисковать, отправиться отдыхать. И тот, и другой. Прекрасный раунд. Отдаем должное афганцу и белорусов. Порадовали аудиторию. Мощно очень начали. Причем мы с вами видели, что и Фейзи мог закончить поединок досрочно. И Федьков. Вот давайте посмотрим на повторе. Здесь есть на что обратить внимание. Вот эти длинные руки, они все же отработали. Фейзьков чуть-чуть не рассчитал с дистанцией. И вот здесь он сделал все правильно. Отходя, спасаясь вот атаку афганца, он выбрасывал навстречу. И ведь попал правым боковым. И вот здесь, конечно, перейдя на камеру, ему нужно было постараться удержать все же под собой афганца, поставив ему левое колено на грудь. Но, увы, к сожалению, для него не получилось этого сделать. Им досрочной победы не вышло. Но, по факту, даже несмотря на то, что Олег пропустил в начале раунда, эту пятиминутку, я думаю, мы, не погрешив против истины, отдадим ему. Хозяин гексагона оказался сильнее в первом раунде. Здесь за этим поединком наблюдает и главный афганец Белоруссии, руководитель диаспоры этой страны, нашей Синявокой, Мирвейс Дервиш. По идее, должен принять участие в церемонии награждения. Ну, наверное, хотел бы одеть пояс на соотечественника. Но я думаю, что Федьков против. Олег уже так задышал чуть тяжелее. Но хорошо очень подготовился к этому бою. Это видно по многим параметрам. Но его мышечная масса выглядит посерьезнее, чем у Фейзи. А это, кстати, палка о двух концах. Мышцы насытить кислородом, я думаю, в данном случае у Олега посложнее, чем у Абдула. Будет уставать. Ну, посмотрим. Выход на партер. И здесь нужно высвобождаться, подниматься. И сразу же забирает, забирает спину и горло. Фейзи может уйти на удушение. Аккуратнее нужно быть Олегу. Ну, трудно сказать, в какой ситуации. Да, высвобождается он. И теперь может перейти на контратаку. Ну, а с учетом того, как он удерживал Фейзи в предыдущем раунде, в партере, я думаю, что здесь пал невозможно. Он также за счет доминирования попытается эту пятиминутку оставить за собой. Насчет уже завершения досрочного, здесь уже есть большее сомнение еще в первом раунде. Все-таки сильно подустали от гранится Беларусь. Снова в стойке. Олег, надо снижаться, по-хорошему. Да, окмашь уже работает афганец. Но все равно, даже несмотря на общую усталость, Федькову нужно помнить о том, что это хороший ударник. Ну и скрутка. Это уже техника тайского бокса. И за счет этой скрутки он сейчас переходит в атаку на граунт-эмпаун. Тем не менее, Федьков поднимается на ноги, продолжается обмен ударами. Отличный поединок. Пожалуй, реально лучший бой вечера. Посмотрим еще, как разберутся бразилицы и белорус. Михаил Одинцов весит до 70 килограммов. Будет биться с Джо Павло Родригесом Десоузой. Но пока этот бой, бой за пояс, бой за пояс в категории до 77 килограммов, я скажу, впечатляет больше других. В данном случае, ну, допустим, мы можем вспомнить предыдущий поединок среднего веса. Бой Романова с Огурцовым, Бурмистрова с Биржком. Все! Все, досрочная победа. Все же дотерпел, дотерпел поэзим. И таким образом он одерживает победу во втором бою подряд здесь, на нашей белорусской земле. Это его пятый успех. И, таким образом, первое поражение бойца из крипи Джима Олега Федькова. Пояс достается афганцу. Давайте еще раз посмотрим на повторе, как это произошло. Нет, афганец однозначно хорош. И как обильно сейчас должно быть Олегу, который, во-первых, не завершил этот поединок досрочно в первом раунде, ну, даже несмотря на то, что он проигрывал на тот момент, тем не менее, по факту. И ведь он вел, вел, доминировал. Но, конечно, в азарте боя, скажем прямо, бывает, что забываешь о том, кто тебе противостоит. А я еще раз повторю, что Абдул Сами Фоэзи – отличный ударник. Будьте удушением сзади победу в этом поединке. И пояс чемпиона НФЖ весит от 77 килограмм. Забирает Абдул Сами Фоэзи. Абдул Сами Фоэзи. Когда я говорю, что он хороший ударник, ведь он не просто так ушел на удушение. Продолжение следует... Продолжение следует...